Здравствуйте, дорогие друзья! Вторую часть нашего путешествия мы начинаем с чтения книги Судии. И пошел Самсон к Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жены. Они удивились, потому что евреям не принято жениться на филистимлянках. Давайте и мы с вами отправимся вслед за Самсоном в Фимнафу. Тель-Баташ, так называется холм, на склонах которого был некогда древний темнат или Фимнафа. Десять лет исследовали археологи этот холм и нашли 12 культурных слоев. Находки любопытные. Найдены остатки ворот городских, основания стен, домов, винодельня, даже нескольких каменных колонн, которые поддерживали крышу одного из домов. Ну а мы с вами давайте полюбуемся на виды долины Сурек, которая открывается как раз с высоты этого холма. Некогда-некогда здесь проходил Самсон. Примерно два часа ходьбы от его родной Цуры до Фимнафы. И вот здесь он проходил по этой долине на свадьбу. Когда они подошли к селению, то родители пошли первые, чтобы договориться о сватовстве. А Самсон остался один, и он гулял между виноградниками, и встретил льва, и голыми руками разорвал пасть этого льва. Родителям ничего об этом не сказал. Как написано дальше, через несколько дней, ну, как считают исследователи Библии, прошел примерно год, потому что за это время сам лев уже истлел. Когда Самсон шел в это же селение к своей невесте, то он навестил убитого льва и увидел, что там завелся улей, и достал мед из этого уля. И в это время его родители ждали у невесты. И он пришел и угостил их медом, не сказав, откуда этот мед. Почему год? Потому что исследователи считают, что за это время он готовился к свадьбе, он собирал деньги, копил деньги на саму свадьбу. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. Но это не его друзья, это дружки, ибо они стана филистимлян. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежды. Синдон – это мягкая, очень нежная ткань, которую использовали как плащ, как подстилку. Если же не сможете отгадать мне, то вы и дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд. Они сказали ему, загадай загадку твою, послушаем. И сказал им. Из ядущего вышла ядомая, из сильного вышла сладкая. И не могли отгадать загадки в три дня. Понимая, что они не смогут отгадать эту загадку, эти 30 дружков начали угрожать его невесте о том, что сожгут дом ее отца и его самого, если она не поможет им разгадать. И она начала плакать и уговаривать Самсона. В конце концов, ей он рассказал, в чем секрет этой загадки. Давайте мы с вами на несколько минут отвлечемся от чтения книги Судей. И спустимся с холма. В ста метрах от него течет ручей Сурек. Возможно, именно здесь Самсон вброд переходил этот ручей. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. И сошел на него дух господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды, и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И вспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего, а жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем на пире другом. Воспользовавшись тем, что друзьям на пире проявили неуважение к Самсону, ибо по традиции они должны были встречать его у входа в селение. И если бы они его встретили, то знали бы, откуда мед. И, во-вторых, из-за того, что они стали между ним и его женой, заставив ее выведать секрет этой загадки, Самсон начал мстить филистимлянам. Руки его были развязаны. Давайте спустимся с холма. Удивительное совпадение. У его подножия сегодня растет не виноградник, а подсолнечник. Дело в том, что имя Самсон на иврите звучит как Шимшан. Это уменьшительная форма слова Шемеш. Солнце, солнечный судья народа Израиля. И подсолнечник, выращенный людьми. Может быть, даже в его памяти. А мы с вами продолжим наш путь дальше в библейскую ЦУРУ, на родину Самсона. Поговорим о его подвигах, о его гибели. На этом сегодня заканчиваю. Продолжение в следующей части. С вами был Сергей Алексеевич. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До встречи на Святой Земле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok